От хлеба до зрелищ обсудили на аппаратном совещании в администрации области. Ульяновские фермеры ульяновским потребителям. В областном центре открываются магазины местных товаропроизводителей. Народный фронт прошел по ценам. На оптово-розничной базе побывала инспекция. Старт культурного форума и демографическую политику обсуждали сегодня на аппаратном совещании в правительстве области. Сергей Морозов сделал акцент на продовольственной безопасности. Подробнее обо всех темах наш первый материал. Ради патриота, воспитай патриота, уважай патриота. Уже в эту пятницу в регионе стартует традиционная акция. 12 сентября также состоится ассамблея семей, на которой обсудят актуальные вопросы демографии. Мы и в рамках ассамблеи, и в рамках всей акции, которую будем проводить в течение всего года, будем пропагандировать. Ответственное родительство, ответственное отцовство, материнство. И, конечно, будем пропагандировать то, что здорово, когда создаются многодетные семьи. Также на этой неделе в регионе проходит одно из самых масштабных ежегодных мероприятий – Международный культурный форум. Развлекательная его программа, концерты и спектакли уже стартовала. А вот с 10 сентября начнет работать деловая программа. 10 числа мы начинаем с работы с молодыми предпринимателями. С ними работают профессиональные бизнес-тренеры. И мы тем самым подтверждаем тему форума «Культура и инвестиции». Это в том числе инвестиции в наше будущее, то есть в тех молодых людей, которые делают, собственно, культуру будущего. Министр образования и науки Ульяновской области рассказала о мерах поддержки педагогов, которые работают с особенными детьми. Их ученики – ребята из неблагополучных семей. Именно таким специалистам, уверена Екатерина Уба, нужно уделять должное внимание, поддерживать их морально и материально, а также помогать совершенствовать свои навыки. И у нас порядка уже 400 человек этой категории прошли уже обучение, переобучение, повышение квалификации за этот год. Еще он запланирован до конца года. Это та тема, в которой мы работаем постоянно. Новые какие-то программы, новые планы, в зависимости от того, что на сегодняшний день нужно данному педагогу, чтобы успешно делать то, что он делает. Глава региона обратил внимание коллег на тему продовольственной безопасности, а Сергей Морозов поручил чиновникам ознакомиться с кодексом добросовестных практик, который регулирует взаимоотношения между торговыми сетями и поставщиками товаров. Там очень много интересных подходов, поэтому еще изучайте, проинформируйте наших партнеров и будьте добры до конца сентября выйти на такую совместную крупную встречу с участием в том числе и губернатора, где мы могли бы поддержать и присоединиться к кодексу добросовестных практик. Глава региона также поручил коллегам подготовить встречу с представителями потребительских кооперативов, чтобы обсудить меры их поддержки. Анна Панова, Борис Шабалдов, Вести, Ульяновск. В Ульяновске появилась фермерская лавка. Так в регионе решили поддержать местных производителей. На прилавках магазина продукция местных крестьянско-фермерских хозяйств и перерабатывающих предприятий. Ассортимент сегодня на официальном открытии оценили власти и сами аграрии. В небольшом магазине на улице Радищева, дом 5, теперь можно приобрести продукты местных производителей. Молочка, хлеб, сладости, овощи – все выращено, собранное и произведено на ульяновской земле. Есть даже виноград. Фермеры-поставщики также посетили магазин в день открытия. Пробные партии мяса кролика и индейки уже на прилавках. От этого магазина ждем, что это окажется наикратчайший путь от нашей фермы до потребителя до конечного. Что не будет перепродавцов, то есть потребитель с наименьшей накруткой будет получать хорошую, качественную фермерскую продукцию. Я так думаю, что вот ими прямо фермерский магазин, то есть будут люди уверены, что это реально фермерская наша отечественная местная продукция. То есть будем ждать ими, скажем так. Первые дни магазин будет работать в тестовом режиме. Со временем ассортимент дополнит новые продукты и он станет более стабильным. Мы по максимуму оквачиваем всю область фермеров и в дальнейшем будем насыщать продукцию, потому что сейчас есть понимание, чем насыщать. И данный магазин, он будет порядком, цены будут дешевле, потому что цены регулируют сами фермеры. До конца года в Ульяновской области планируется открыть еще около пяти аналогичных магазинов. Вас Салфимова, Анна Панова, Борис Шибалдов, Вести Ульяновск. А вот представители Общероссийского народного фронта решили сегодня проверить цены на продукты, посмотреть, как на стоимость продовольствия повлиял запрет на импорт некоторых товаров. Провести мониторинг ценников общественники решили после призыва губернатора контролировать в регионе продовольственную безопасность. Особое внимание сегодня уделили оптовой розничной базе «Нагая-100». Именно эту оптовую базу выбрали не случайно, рассказывают представители народного фронта. Сюда за продуктами по доступным ценам съезжаются жители не только железнодорожного района, но и всего города. Местные предприниматели рассказывают, в основном цены на продовольствие остались прежними. Группу мы закупаем наши, местные. Значит, это у нас идет и Шкар-Алла, и Москва. Ну, Москва только фасует, а производитель – Алтайский край. Цены особо не выросли, остались на том же уровне. Там, может, копеечки, чуть-чуть. А вот цены на куриное мясо подскочили почти на 40%. В том числе подорожал продукт и отечественных производителей, рассказали предприниматели. Чуть меньше цены поднялись на чай и кофе. Если говорить о первых результатах проверки, то цены в основном пока не меняются. Так, оптовая стоимость килограмма макаронных изделий составила от 25 до 35 рублей. Стоимость литра подсолнечного масла от 39 до 55 рублей. Не изменились стоимости на сахар, крупы и на соленую рыбу. Наблюдается рост цен на мясо кур. Все результаты проверки представители общественно-народного фронта передадут для дальнейшей обработки и анализа в штаб по продовольственной безопасности. Любовь Имчева, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Несколько минут рекламы и затем смотрите в выпуске. Дорога унесла еще одну жизнь. В ДТП погиб ребенок. Ревизия для эффективной работы. Ульяновская экономика начинается с леса. Померились силы с непокорной стихией. Юные водные гонщики приняли участие в соревнованиях на Свияге. Вы смотрите Вести. Продолжаем выпуск. В аварии на трассе погиб ребенок. Произошло это в минувшие выходные. В четвертом часу дня в пригороде Ульяновска в районе поселка Отрада водитель машины Рено сбил 8-летнего мальчика. Как пояснил владелец иномарки, ребенок выбежал на дорогу неожиданно. Стояла маршрутка в неположенном месте припаркованном, высаживала людей. Когда я стал ее объезжать, сзади находились люди, выходили. То есть я объезжал и спереди неожиданно выбежал ребенок. Хотел произвести экстренное торможение, но уже времени этого не позволяло. Ребенок выбежал, ударился передним крылом. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте. По данному факту проводится расследование. По результату расследования будет установлен виновный данный ДТП. Всего за минувшие выходные на дорогах региона произошло 160 происшествий. 29 человек получили травмы, трое погибли. Лишились женской консультации. Сегодня пациентки медицинского учреждения, что на Кирова-20, пожаловали с нашей съемочной группе. Как выяснилось, привычная для них женская консультация переехала в первую поликлинику на Гагарина. Головой никто не подумал, людей никто не спросил. Удобно людям это, неудобно, нужно это врачам, не нужно. Поликлиника должна быть любая в шаговой доступности от людей. Она должна быть в помощь людям, а не во вред. Во благо человеку должно все делаться. Медики пояснили, в апреле этого года к первой городской поликлинике присоединили сразу 4 медицинских учреждения, вторую и студенческую поликлиники, роддом на улице Корсунской и центр женской консультации на Кирова-20. По словам главного врача, при поликлинике на Гагарина не может быть двух женских консультаций. Когда объединили две женские консультации, женской консультации по закону две быть не может. Получилось так, что заведующая у нас здесь, главная кушерка здесь и все главные службы здесь. А та женская консультация, она всего там принимает 4 врача. Главный врач уверяет, два года назад на Гагарина провели капитальный ремонт и приобрели оборудование за 5 миллионов рублей. А все пациенты и врачи, которые работали на Кирова, будут переведены в первую поликлинику. Работу центра женской консультации распределят на две смены. Лесная промышленность – экономическая основа для развития Ульяновской области. Такое заявление сделал во время поездки в Барышский район министр сельского лесного хозяйства и природных ресурсов Александр Чепухин. А его ведомство проводит своеобразную ревизию отрасли как раз для того, чтобы сделать ее работу более эффективной. Игорь Кранцев продолжит. На одном из участков с помощью спецтехники проводят профилактическую вспашку земли, чтобы защититься от возможных лесных пожаров. А в нескольких километрах от сосен великанов совсем юные деревья. Даже еще не деревья, а сеянцы возрастом в один год. В двухлетнем возрасте они станут саженцами, а еще через несколько лет полноценным лесом. Директор предприятия Дмитрий Тюрин проводит экскурсию по лесным угодиям и раскрывает секреты. Например, как применить сельхозтехнику в своей сфере. Посадочная машина стоит там, сейчас можем к ней посмотреть. Не посадочная машина, а сейлка. Она как бы сейлка применяется здесь не чисто под семена сосны, а как бы она шла моркованой. А это уже деревообрабатывающее производство в самом райцентре. Тут уже, как говорится, никакой моркови. Производимый здесь материал находит своих покупателей как в регионе, так и за его пределами. Благо, предприятие развивается и следует старому экономическому принципу. Согласно которому, если есть спрос, то будет и предложение. Начинали только с распиловки древесины. А сейчас мы уже ее сушим, перерабатываем в поганажные изделия, выпускаем плинтуса, налички, наличник, ну, все поганажные изделия. Стоит отметить, что здесь не так давно закупили новое оборудование. Начинают осваивать новые виды продукции. Благо, тот самый спрос заставляет придумывать новые виды предложения. В перспективе лесная отрасль региона может стать безотходной. За счет того, что эти самые отходы производства можно использовать в качестве источника отопления. Если не на всех котельных, то, по крайней мере, на отдельно взятых. Кстати, здесь как раз для отопления помещений отходы древесины уже используют. А еще в регионе развивается производство пилет, древесных гранул. Существуют чуть ли не технологии производства опилок. О том, как переводить лесную отрасль на новые рельсы, обсуждали на заседании районной ассоциации лесопромышленников. Тема для лесного Барышского района весьма актуальная. Вот на сегодняшний день мы рассмотрели работу двух ассоциаций. Одна из них Барышская. Посмотрели их перерабатывающие мощности. Но, к сожалению, не все члены ассоциации вкладываются в переработку. Сегодня мы как раз на совещании обсуждали эти вопросы. То есть, кому нужно давать дополнительный лес, а чье-то участие, может быть, и нужно пересмотреть. Также региональное министерство намерено провести своеобразную ревизию и составить рейтинг предприятий лесной отрасли. Это в определенной степени простимулирует лесопромышленников, а бюджеты района и области в результате более активной работы смогут получить больший доход. Игорь Кранцев, Алексей Прохоров. Вести Ульяновск. Из Барышского района. Жительницы Ульяновска смогут претендовать на титул «Мисс Россия». В эти выходные в областном центре пройдет завершающий этап кастинга на всероссийский конкурс. Где пройдет масштабное зрелище и кто из звезд приедет оценить ульяновских красавиц, расскажем в сюжете. Ульяновскую красавицу выберет балерина Анастасия Волочкова. Заслуженная артистка России возглавит жюри конкурса «Мисс Ульяновск». Завершающий этап кастинга пройдет на площадке модного торгового центра «Аквамол». На подиум сможет подняться любая девушка. Для этого достаточно иметь очаровательную улыбку и туфли на высоком каблуке. Главный приз – возможность принять участие в национальном конкурсе «Мисс Россия». Конкурс красоты «Мисс Ульяновск» стал представителем конкурса «Мисс Россия» на территории Ульяновска и Ульяновской области. Это значит, что мы имеем право и мы обязаны делать предварительные кастинги, которые собирают самых красивых девушек города, которые могут быть конкурентоспособны на различных уровнях городского, российского и международного уровня. Последний шанс попасть на конкурс «Мисс Россия» появится у девушек 20 сентября. По традиции, конкурс красоты в «Аквамоле» превратится в настоящий праздник. 20 сентября в торце «Аквамол» состоится яркое шоу в мире моды и стиля, открытый конкурс «Мисс Ульяновск», показ осенней коллекции. Также в магазинах торгово-развлекательного центра будут действовать приятные скидки. Ну и завершится вечер блистательным выступлением Анастасии Волочковой. Торговый центр «Аквамол» ждет ульяновцев 20 сентября. Регистрация участниц конкурса красоты начнется в 13.00. А яркое шоу стартует в 15.00. Вход свободный. Вассал Фимова Кристина Гафонова, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. Выходные на Свиягу спустились юные водные гонщики. В Ульяновске прошли соревнования по водно-моторному спорту. Разыгрывали престижный трофей Кубок МЧС России по Ульяновской области «Формула будущего». 50 спортсменов доказывали друг другу и стихии, что в маневрировании скорости равных им нет. Патрульных катеров, идущих на такой скорости, случайные зрители не видели никогда. Две дистанции параллельны с лалом. Тут есть шанс показать навыки фигурного вождения и кольцо. Тут дело уже в гоночных показателях. Погода не подкачала. Водномоторники говорят, чем холоднее вода, тем быстрее скорость. Взрослые соревнуются отдельно от детей. У них свой профессиональный азарт. У нас ребята просто оттачивают мастерство. Именно в фигурном вождении больших мотулок, как Корветт 600. Азарт, конечно, тоже есть, хотя и взрослые дяди. Но все-таки интересно и показать, прежде всего, молодому поколению, что все-таки и взрослые люди что-то умеют делать. И выполняют свою работу, просто участвуют ради вот этого молодого поколения. На воде спортсмены состязаются уже второй сезон. Кубок главного управления МЧС – трофей престижный. Разгадать формулу будущего спустя год стараются все больше мореходов. Почему формула будущего? Потому что основные участники – это дети от 8 до 14 лет. Те, кто занимаются в клубе нашей федерации с таким же названием формулы будущего. И те, кто сегодня придут кадеты с седьмой школы, которые первый раз попробуют провести спортивную дистанцию за управлением водномоторного судна спортивного. Спортивные гоночные суда, аквабайки, векборды и флайборды. Но самые зрелищные – мотолодки и гонки патрульных корветов. Скидку тут не делают даже на возраст. Для Степана нынешний старт – прежде всего завершение долгих и сложных тренировок в одномоторном клубе. У восьмилетнего мальчика уже сейчас своя формула успеха. Самое главное – верить в себя. И самое главное – быть честным. Технические дисциплины у новичков на берегу вызывают неподдельный интерес. Взрослые на воде стремительно стартуют, едва увидев взмах судейского флага, моторы ревут. Ветерок с первых водных метров обходит заграничных конкурентов. Водный сезон этими соревнованиями скорее всего завершится. Сентябрьская погода не позволит выходить в акватории. Через год участники обещают встретиться на том же месте, вновь помериться силами друг с другом и непокорной стихией. Татьяна Герман, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. О погоде через несколько секунд. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность без осадков, ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью по области плюс 2,7, в Ульяновске от 4 до 6 выше нуля. Завтра днем по области плюс 15-20, в Ульяновске от 17 до 19 градусов тепла. Это были Вести Ульяновск. Приятного вам вечера и всего доброго.